Ребят, ну что, надо начинать забег уже. Забег серьезный. Кто не смотрел Ленгран-стакан, посмотрите, что со мной было вечером уже. Но было все прилично. Мы начинаем с номера 1, я думаю, что и пойдем подряд, чтобы не ошибаться. Я тут насчитал где-то 40 с чем-то. Вообще, говорят организаторы, что будет 50. Не все, наверное, развернулись еще. Поэтому сейчас мы идем уже, пока зрителей не пустили, можно спокойненько еще походить. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 А вот теперь пиво. Пиво со вкусом Байкала. Пиво со вкусом Байкала. Сварено с местными елками. Ух ты, хорошо. В народе прозвано... Посмотрите, какой цвет, ребятки. Посмотрите. Это прям вообще бомба. Байкал. За наше самое главное озеро, за 2 километра глубины, 750 километров длины и 77 ширины. Слушай, подожди. Мы первые у тебя. Я просто переживаю даже. Все нормально. Все бывает первый раз. Что, похож на ваш Байкал? Да, интересно в конце. В начале. Да, да, да. Классно. Слушайте, да, есть нотки. Есть нотки Байкала, прям вот в конце классно. Пиво интересное очень. Очень интересное пиво. Я не специалист, но мне нравится. Пшеничка. Немного, да? Пожалею, брата. Ну что, пшеничка пошла. Это третья. Ух, тоже. Ты правильно пришел. У нас оно легенькое. А все, ребята, надо начинать постепенно. Не надо с тяжелых, да? Надо постепенно по себе. Вену. Пшеничка клевая, но... У меня есть смесь. Пшеничка клевая, но все-таки... Байкал, наверное, на первом месте. Нипа потом, а потом пшеничка. Ну, я пшеничку не очень. С собой налить. С собой добавить. Что, еще что-то добавить? Нет, все. Налью стаут. Здравствуйте. А с чем угощаете? Угощаю стаутом ирландским, который сварен гораздо выше по BGCP, чем нужно. Поэтому я назвал Extra, чтобы он был нажористый. В него добавлены домашние эссенции из какао-бобов и кофе. Ого! Вот это там серьезно. Ух ты! Угодная, но при этом очень сухая и мягкая. Посмотрите. Да, такой небольшой лавинный эффект. И мне очень нравится у стаутов, когда белая пенка. Ага. Это прям... Да, это круто. Так, ну что, мы... Хумус лупус, да? Правильно? Денс? Денс хумус лупус, да. Все, а как переводится? Это по-латыни хмель. Хумус лупус. А, все. А денс это я. Хмель ден. Очень приятно. Так, мы пробуем вот такой вот стаут. Слушайте, я с утра сейчас взбодрюсь. Кофейные-то нотки классные. И при чем там овсянка? То есть это завтрак в одном глотке. Ммм. Это кофе и кашка. Слушайте, если на Ленгран стакане меня просто напаивали, да, здесь еще и накормят. Это хорошо. Именно так. Мы заботимся о наших гостях. Слушайте, классно. Спасибо. Очень интересно. В конце кофейной. Я сделал кофейный самогон, кофейная знакомая. Ребят, вы знаете. Вот. И там просто мне кофе остатки дали, я сделал кофейный самогон, тоже бомбическая тема. Ну вот прям здесь прям кофе-кофе. Прозраще. И пенки. Класс. Горит вообще сейчас контрсвет. Две недели при минус одном градусе. Ого. И как фильтрованное, но оно не фильтрованное. Обалдеть. Вот это интересно. Так. Попробуем. Слушай, дуза от души. Ребят, я сейчас на номере 2. Я по-другому и умею. Я стараюсь, но... Я понял. Придется пойти отдохнуть и остальные 40 еще пивоварин. Ваше здоровье, ребят. Вот этот аромат, это все дрожжи такой аромат делают. Да. Слушайте, оно не фильтрованное, но оно как бы на самом деле супер прозрачное. Из-за того, что... Вот Дэн сказал, что две недели прям переменился дном. Слушайте, очень оригинальный вкус. Я такого пива не пил еще. Ну вот в магазинах можно в таком стиле... У нас сейчас Эбби продается раньше. Лёв продавался, сейчас Эбби. Слушайте, ну вот не успели только запустить... Намекай Кодзи, да? Уже что-то запускает просто. Добрый. Вот. Это конвейер вкусноты просто. Пивная культура. Что это такое? Это охмеленные солодовые экстракты для легкого старта в пивоваренье. Сегодня здесь будет много новичков и те, кто захотят связать всю жизнь с домашним пивовареньем. И мы им предлагаем легкий старт. В наборах есть дрожжи, солодовый экстракт, широкая ассортиментная линейка. Мы все расскажем, покажем и угостим. Сегодня у нас светлое, как раньше, на кранах и темное. Сразу можно попробовать, что вы получите из нашего солодового экстракта. Какие-то чуть более охмеленные, какие-то с добавлением темных карамельных солодов. Линейка пока семь сортов. То есть это светлое, темное, лагер, пилснер, золотой эль, английский питер, бархатное. В ближайшее время планируем выпуск пшеничного. Ну и дальше будем только расширять. Вот. Вот такая вот пивная культура. Так что, ребята, заходите, а я сейчас обязательно попробую. Оп. Смотрите. Какая красота. Сейчас будем пробовать. Ну что? Домашнее пиво. Понятно, что здесь куча пивоваров, которые наворачивают кофе, там, еще что-то. Это прямо домашнее пиво. Взять дома в жару, а может быть и в холод, кстати, посидеть с друзьями хорошо и сказать, что вы сделали своими руками. Это здорово. Друзья, мы вот номер три изумруда Степан. Степан, чем угощаете? Добрый день. Я угощаю касковым элем. Сегодня у меня овсяный стаут. Это такой гибрид сухого ирландского стаута с добавлением овсянки. Я взял классический рецепт известного ирландского стаута. Заменил в нем ячменные хлопья на овсяные и добавил немножко кармельного солока, кристаллического. Получился такой мягкий сливочный эль с нежной текстурой, с нотами горького шоколада, кофе и сухим финишем. Я уже не могу, надо попробовать. Я же не могу так вкусно рассказывать. У меня тут два способа подачи. Это касковый эль. Вторичная ферментация происходит в бочке. В бочке подается без углекислого газа. Касковый эль отличает насыщенный вкус и умеренная мягкая карбонизация. Два способа подачи. Стаут подается с помощью ручной помпы. Внутри цилиндр создает раздражение и выкачивает пиво из бочки и наполняет им бокал. Вся эта история с азотными капсулами это имитация вот этой штуки. Давайте эту штуку как раз и сделаем. Слушайте, вот это механизм. Это бомба просто. Спасибо. Ребят, ну вот он, этот стаут. Вот эта история. Я просто еле дотерпел. Слинги пошли уже. Надо пробовать. И подача, конечно. Слушайте. Блин, какой тонкий аромат у нее. Хорошо. Ух ты, пух ты. А мягко-то вообще как? Ребят, слушайте, очень мягкий. Степан, а почему он мягкий такой? Мягкость она вот как раз за счет подачи, за счет вот этой вот мягкой умеренной карбонизации. То есть перед тем как пиво подключать к помпе, я пробиваю бочку и сбрасываю избыточное давление. То есть оно соединяется с помощью деревянного колышка до необходимого небольшого минимума. И на кране здесь стоит рассекатель, он называется спарклер. Он, получается, распрыскивает пиво, действует как форсунка. И тем самым создает плотную сливочную прямую шапку и как раз вот эту текстуру. Круто, круто, это очень круто. То есть подача очень сильно влияет на пиво тоже, это очень нужно знать. Это традиционная история для британских пабов. У нас в России, кроме меня, я знаю только одного человека, который производит такое пиво. Причем он коммерческий пивовар контрактный. Я, собственно, домашний, мне с очень большим трудом это все досталось. Очень тяжело было это все покупать. Конкретно помпу я выиграл в опционе на eBay. Она ехала ко мне с Англии, она не новая. То есть она когда-то стояла в каком-то пабе британском. Пабы часто закрываются, к сожалению, в Британии. И вот они распространяют инвентарь, то есть такая штука с историей. Слушайте, круто, спасибо огромное, спасибо. Так, ребятки, а у нас тут черные мишки. Вот они. Привет. Пельмиком из Парголова. Отлично. Чем угощаете, что интересно о вас? У нас 4 сорта, у нас интересно все. То есть у нас, соответственно, имперский стаут. 10 градусов по алкоголю. Его особенность то, что он с добавлением дубовой щепы, вымоченной вискаре. И добавлено все это мусское охмеление. Ух ты, ух ты. Ребята, я сейчас с вами, подписчикам. Нам надо ответить, надо, короче, сделать пивное смолон. Я, кстати, сделал хмельной дистиллят. Это нахмелье, это бомба просто. Ты пьешь как бы самогон, и получается ИПА. ИПА-самогон. Не, это интересно, это интересно и вкусно. Очень, на 40 градусов, да. Так, имперский стаут уже заинтересовал. Дальше по темному. Это классический портер, но с добавлением черного перца. С перцем? Да. То есть черный перец, остринка, все как надо. Ага. Дальше по светлым. То есть это имбирный эль и фрайм хаус, то есть сейзен. Сейзен очень оригинальный, с добавлением апельсинового сока и мяты. Ух ты. Да, потому что, ну, летний напиток, достаточно крепкий, 8 градусов, но очень питкий. Слушайте, мне нравится ваша пивоварня, уже 10-8 таких хорошие сорта. Да, и мята, она как раз придает вот этой лето во вкусе, короче, в общем, такой крафт. Ну, да, да, ну, наверное, как бы я бы имперский попробовал, да. Имперцев? Да, только немножечко, а то мне еще 40 пивоварней. Тут как повезет, да. Где? Вот он, имперский. 10 градусов. Ух ты. Слушайте, ну, я просто первый раз на пивном фестивале, да, наша тема самогон, ребят, но это просто с мясом. Вот, ах, по запаху прям. Запах классный просто. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Слушайте, еще несколько сортов, и я распаковываю пивоварник, который у меня полгода стоит уже в коробке. И мы тоже начнем немножко что-то подваривать. Слушайте, очень интересно, классно, 10. Чувствуется, что крепкое пиво, но насыщенность вкуса, она вот это убирает. Прикольно, очень прикольно, классно. Давайте что-нибудь еще попробуем. С удовольствием. Мы наливаем портер сейчас. Вот так это происходит. Перечный портер. Называется старая перечница. Ого. Ох, а перец-то да. Интересно, как вообще это пиво с перцем на вкус. К мясу, ребят. Это к мясу. Пиво к мясу. Перец позже приходит. Да. Ждем. Ночью. С утра, с утра. С утра в перец. Слушайте, прикольно. И перец, конечно, не это, как сказать, не как бывает у нас в перцовке. Вырви глаз. Выпил рюмку, плачешь, да, два дня потом еще. Вот. Ну, про остальное не буду рассказывать. Это классно. Это классно, интересно. То есть, портер с перцем. Очень оригинально. Здрасте, здрасте. Вот, смотрите, тут нашел две ипы. Прям, ребята, Hoppy Star. Вот они. Звезды пиво варенья. Как знали, что я люблю ипу. Можно вашу ипу попробовать? Нью-Ингланд. Одну, вторую, только по чуть-чуть. Мне еще сорок надо пройти. Сегодня пивоварен. Вот такая. Ух, смотрите. Ребятки. Слушай, вы с правильной стороны стали. Прям можно сразу на солнце посмотреть все, чем происходит. Расскажете, что за напиток? Нью-Ингланд идеи с тропическими тонами. Наверное, манго, может быть, чуть-чуть недозрелый. Скажем, ну, мутное пиво. Довольно сухое. Не было больше сухих сорта, наверное. Ну, подсушенный и послаще, наверное, нравится. Но надо пробовать. Это точно. Надо пробовать. И вот мы пробуем первую ипу. Вторую тоже будем пробовать. Это, несмотря на то, что это пока номер пять. Happy Star. Это Нью-Ингланд Ипо. Анамнезис. О! Интересно. Ха! Толпчик. Интересно. Как вы поступили с горчинкой-то? Иповской. Прям интересно. Там фрукты, да? Что-то добавлено с фруктов? Нет? Дрожи делают. Только хмин. Слушайте, ну, прям вообще. Лупа Макс в основном. Интересно. Такие тропики более. Интересно, да. Тропики прям такие классные вообще. Слушайте, очень необычно. Я вообще люблю ипу. Конечно, я специалист в другом, но прикольно. Спасибо. Там почерк миллионная тема. Так, ну что? У нас это Блэк Кипа. В принципе, видно. О! Почему это Блэк Кипа? Да. Тут уже никаких фруктовых ноток. Тут четко то, что нужно. Все по стилю. Слушайте, классно. Я прям это вспомнил. Да. Фестиваль сегодня одна такая. Ну и вообще, если мало кували. Сложно? Сложно, конечно. Но если дома варим, я думаю, куваларам это полегче будет. Это будет особо. Ну да, там промышленно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.